Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, с нами Виталий Микрюков, специалист по лазерному удалению. Сегодняшняя тема – поведение пигмента во время лазерного удаления. Многие мастера замечали, что, допустим, холодные синюшные, серо-синий, фиолетоватые брови, они меняют оттенок в теплую сторону, соответственно, становятся иногда оранжево-красными, иногда розово-фиолетовыми, то есть меняются в противоположную сторону. И обратная сторона – теплые оттенки становятся холодными чаще всего. Вопрос, с чем это связано, как себя ведет в этот момент пигмент в коже, то есть что с ним случается, почему он меняет цвет, и что делать дальше, короче? Как виноват, что делать. На самом деле инверсия цвета, изменение цвета называется инверсия в основном, происходит действительно под воздействием лазера. И происходит потому, что помимо механического раздробления пигмента происходят так называемые фотохимические реакции, под воздействием очень мощной вспышки лазерного излучения происходят химические реакции. Потому что в момент воздействия выделяется огромное количество оксидов, там, кислород активный. И так далее cancelation. То есть прям буря просто происходит в химических реакциях. Там, в коже? Да-да-да, в коже, именно в дерме, непосредственно с пигментом. И происходит помимо механического расщепления еще и химическая трансформация. И, в принципе, все эти изменения цвета в основном связаны с химическим составом пигментов. Но так как мы с вами достоверно точно химический состав пигментов, к сожалению, не знаем, то мы можем только наблюдать вот эти изменения. Иногда они бывают парадоксальны, то есть есть более-менее стандартные, когда, например, красные оттенки, тёплый красный, коричневый, переходят в серый, это связано с изменениями оксида железа, да, есть оксид железа третьей валентности, который имеет красный цвет, это охра, его часто используют в качестве красителя для красных пигментов. И под воздействием фотохимической реакции, в общем, под воздействием лазера, он превращается в оксид железа второй валентности, который по своим физико-химическим свойствам обладает чёрным цветом. То есть это тот момент, когда, например, губы были красные, стали серые или чёрные, когда брови были тоже красные, стали там серые, то есть это нормально предсказуемо, но иногда бывают такие вообще парадоксальные вещи, когда, например, розовый пигмент превращается, например, в фиолетовый. У меня такие редкие, но они прямо, то есть тут предугадать и понять, что именно было в составе пигмента, вообще очень трудно. Как всегда, мы оперировали вероятностями. Да, да, все это вероятность, в общем-то, но есть как бы такие предсказуемые вещи, то есть красные, но с вероятностью очень большой, там 60-70% переходит в серые, потому что большая часть минеральных пигментов основана все-таки на именно охре, в общем-то, да, то есть на железеоксиде. Вот. Также есть, когда бежевые, там белесые, вот то, что там для камуфляжа используют различных зон, там… Зеленеет. Зеленеет, да, это отвратительное, в общем-то, свойство. Я фотографии покажу, и у меня таких пациентов целый ряд. С этим зеленым цветом очень трудно потом бороться лазером, то есть это уже наступает, как бы, да, роль… Вот наконец-то ремувер. Да, то есть здесь ремувер однозначно, и как бы я таких пациентов не то, что не мучаю, я им сразу говорю, как бы все, если зеленеет, или бежевый цвет сейчас стараюсь вообще не заходить и не обрабатывать, потому что зеленый потом удалить довольно сложно, в общем-то. Поэтому тут… то есть инверсии цвета зависят от химического состава пигмента, в общем-то, да, то есть поэтому тут предугадать достоверно точно, это, в принципе, у нас и в согласии, да, в добровольном написано, что предугадать достоверно изменять цвета невозможно. То есть на следующей процедуре меняем насадку на совершенствовательную? Да, в соответствии, как бы, да, с теорией селективного фототермолиза подбираем, в общем-то, на это дурной вопрос, просто он многих интересует… Что будет, если я не той насадкой? Красная прощелка, нет, они стали холодные, потом холодные, будут скакать из цвета, пока они идут или потом они стали стали серыми? Нет, чаще всего, да, если происходит первичная инверсия, дальше этот цвет просто деградирует, то есть разрушается и, в общем-то, дополнительных инверсий не будет, да, то есть, опять же, брови, там, если они сразу были, допустим, черные или серые, в зеленые не превратятся, да, то есть, как бы, если они были красные, то они, скорее всего, станут серыми и тоже там в желтый, ну, какой-то там совершенно абстрактный другой цвет тоже не уйдут, вот, но вот если они изначальной инверсии подверглись, то чаще всего просто деградация дальше этого цвета идет и все, туда-сюда скакать не будет. И вопрос, вот ты о нем сказал, а на серый цвет, если теплая насадка, зеленый, зеленый луч, что будет? Длина волны 532 нанометра, она действительно имеет зеленый цвет. Я объясню, в общем-то, да, что на самом деле, если вы, там, насадка 532, которая предназначена для красных цветов, обработаете черный цвет, он обработается, в общем-то. То есть, как бы, да, он разрушится и так далее. И наоборот, если вы насадкой 1064 нанометра обработаете красный цвет, он тоже разрушится, но лучше все-таки соблюдать. Игорь Негода, просто не настолько эффективно. Игорь Негода, не настолько сильно, а более, скажу того, 532 насадка, то есть 532 нанометра, она меньше проникает, то есть глубина проникновения в кожу меньше идет. Игорь Негода, и более травматичная для эпидермиса. Потому что меланин, естественно, наш пигмент кожи, в целом поглощает длину волны 532 нанометра гораздо лучше, чем 1064. То есть я бы рекомендовал 532 насадку использовать, ну, то есть только по показаниям. То есть не устраивать эксперименты, не обрабатывать большие площади, потому что она травматичнее, эпидермис уйдет изначально. Всем спасибо за просмотр. Если у вас будут вопросы, пишите их в описании к этому видео. Мы постараемся на них ответить. С нами был Виталий Микрюков. Всем пока.